Автомобильные шины, элементы дивана, носки, ковры и подушка. Среди мусора на берегу реки Сатис много любопытных находок. Чистые игры – экологический проект, в рамках которого молодежные команды города очищают прибрежные и озелененные территории. В этом году такой зоной стал район Висячего моста. Наша миссия – дать возможность людям понять проблемы загрязнения окружающей среды, сделать наш город чище, совместными усилиями и лучше. В этом году участвуют семь команд. Из них представители Саровского медицинского колледжа, студенты Сарфа-ТИ, а также представители школ города, клуб «Инсайт» молодежного центра. Главная задача – собрать как можно больше мусора. За интересные находки команды получали дополнительные баллы. Преподаватели школы номер 16 Анна Кочеткова участвуют в «Чистых играх» уже в пятый раз. В прошлом году ее команда одержала победу. В этот раз по традиции Анна привела своих учеников и маленькую дочку. Сейчас у меня первый класс, маленькие дети. Очень интересно поучаствовать в данном мероприятии. Приобщаем детей к труду, приобщаем к любви, наверное, в очередной раз. Показать на своем примере, что нужно очищать нашу природу, оберегать ее. И, конечно, никогда, наверное, не загрязнять. Это моя младшая дочка, зовут ее Даша. Она со мной во всех начинаниях. В прошлом году она просто приболела у нас и не смогла принять участие. А в этом году мы решили тоже помочь. Она вместе со мной представляет свой детский сад. Детский сад номер 9. Всего участники собрали 208 килограммов мусора. Победителями стали студенты с РФТИ из педагогического отряда «Адастра». «Чистые игры» стали одним из мероприятий «Осенней недели добра». В этом году ее участники организовали более 30 мероприятий, среди которых акция «Спасая жизни» по вступлению в регистр доноров костного мозга, сбор помощи участникам СВО и мирным жителям от Координационного центра корпоративного волонтерства. Благотворительная акция «Дари, корми любви» от кинологического объединения «Акбар». Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.